Во-первых, к тому, что вы сказали, что продолжается этот конфликт между нерегулярными войсками, это Головорезы из ЧВК Вагнер и с официальной армией под руководством Шойгу. А вот и также этот слив пентагонских документов, где обозначается, что также в ходе их изучения оказывается все более и более яркостная картинка этого внутренних дрязг, будем говорить совсем уж политкорректно, между ФСБ и Минобороны России, в том числе по поводу количества убитых и раненых на войне в Украине. Ну и, собственно, это, кстати, и подвело многих экспертов к заключению, что во многом эти документы редактированы российской стороной, учитывая, что там подтасованы цифры убитых и раненых. Как бы вы это прокомментировали, изучали ли вы эту составляющую слитых документов? Да, практически все документы просмотрел. Те документы, которые действительно подредактированы, они, вся эта редакция идет на пользу российской либо военщины, либо тем же ФЭПСом, либо военно-политическому руководству России. А то, что именно эти данные о потерях чуть ли не в 10 раз уменьшены российских войск, то это как раз в преддверии, в ближайшее время, которое будет раскрыта, мобилизация российская. То есть запущен механизм мобилизации. Мы сейчас видим, проходят в России эти слушания по этому закону о электронных повестках. То есть вот как раз в пакете с этими законами был, я думаю, этот слив. Ну или, по крайней мере, часть этого, часть документов, которые подредактированы там, где уменьшены потери. Уменьшение потерь в таком роде документов, я бы не сказал, что оно бьет по военно-политическому руководству России. Или там показывают какие-то моменты, связанные с борьбой между ФСБ и Министерством обороны. Это, скорее всего, в чистом виде ЦИПСО, это Центр информационно-психологических операций, который выполняет эту задачу. Они подсветили с этой точки зрения. Единственное, что не просчитали негативный момент, связанный с количеством вооружений, которые нам передаются. Как бы их ни освещали, но когда российские военные видят в гору оружия, которое сейчас идет в Украину и высыпется им на головы, они посидеют. Я думаю, антиседина там не хватит для того, чтобы их как-то это нивелировать. Скорее всего, эту сторону не просчитали просто аналитики россиян. Панаран, кстати, вы говорите о том, что они действительно не готовы к такому количеству оружия, собственно, и серьезно встрепенулись. И многие объясняют это вообще фактом, факт слива этим. Вот знаете, такая истерика на выпоряджение, на опережение. И вот, кстати, в этой же статье, которую я процитировал, и говорится о том, что Россия не смогла перекрыть вообще этот коридор, по которому поступает оружие в Украину, и таки не сможет. Но вот очень важная еще деталь, то, что было тоже и в Нью-Йорк Таймс, обозначено в самом начале всей этой саги со сливом, что вот эта кампания террора против украинских гражданских, против наших городов, имела за собой цель, собственно, нас обескровить по части ПВО. И вот вопрос к вам, как к летчику все-таки, там обозначается, что все-таки Россия пытается восстановить господство в воздухе, и к концу мая якобы у Украины заканчиваются уже эти запасы ПВО, и тогда пиши пропал, если Путин сможет пустить в ход свои истребители. Вот насколько этот сценарий кажется вам вероятным? Ну, дело в том, что эти документы, которые сливались, они были где-то трехмесячной давности. Так вот, представьте себе в документах, в которых точно написано, что впереди еще пять месяцев, и на пять месяцев у нас есть ракеты. Это хорошая новость для нашей ПВО, то есть мы можем как минимум пять месяцев работать. Ракеты производятся, они производятся странами Варшавского договора, они поставляются. Если сейчас сделать выборку по складам, так у нас ракеты уже закончатся к августу, а если будет в июне это делать, то они будут заканчиваться к октябрю и дальше к новому году. Сдвигается цифра. То есть это показатель, как минимум, чуть ли не полугодовой складские остатки ракет. Это хороший показатель для системы противовоздушной обороны. Дело в том, что у нас в прошлом году ракета иногда оставалась на несколько недель, если в таком режиме. А по некоторым позициям мне было вообще нет. А тут вот, представляете, показывают, что у нас, грубо говоря, в январе у нас ракет, что мы можем работать до мая. На данный момент, поверьте, у нас уже ракеты на те же полгода есть и идет движение. Россияне действительно достать до логистических цепочек не могут, они рассредоточены. То есть выбить их просто невозможно. Ну а ПВО наше усиливается, усиливается постоянно. Сейчас будут разворачиваться Патриоты, разворачиваться СМТ. Ну а если все-таки решат вопрос по Ф-16, и после того, как появится первый Ф-16, я думаю, за украинскими пилотами будет превосходство в воздухе. Тогда мы просто забудем за российскую авиацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова